Друзья мои, всем привет! Сегодня будет очередное видео с переделкой смесителя под работу с тропическим душем. Поехали! Итак, сегодняшней жертвой смеситель под работу с тропическим душем будет фирма Лемарк. Это у нас термостатический смеситель. Фирма Лемарк, термостат, нижний выход под душ и такой вот широкий ареатор. Так, ну что ж, сегодня буду я переделывать этот смеситель под работу вот с такой вот лейкой. Эта лейка у нас верхний душ, ну и называю его тропический. Как он будет выглядеть, я вам покажу после распаковки, а на данный момент, в общем, в принципе, я думаю, он ничем не отличается, чем картинка на коробке. Называется он Esco. Esco. Три года гарантии, один режим. Моно смеситель, моно душ. Так, ну что ж, ладно, дальше. Дальше, как обычно. А, кстати, да, не сказал то, что вот такие смесители, термостат, они идут без лейки и без шланга. То есть лейку мы тоже покупали отдельно. Вот такая вот леечка. Здесь у нас уже режима 3-4 работы. Но это, в принципе, не важно. Кому интересно, может сам посмотреть. Это определяется легко. Вот присутствие вот такого вот язычка говорит о том, что режим у нас есть, который можно переключить. И то есть любое из этих отверстий может вам обеспечить дополнительный напор воды или какой-нибудь специфический эффект. Так, ну, в общем, шланг отдельно тоже купили для вот этой самой лейки смеситель. И наш дивертор фирмы Frapp. Тоже вот он. Такой же обычный, стандартный, который я использую для переделки смесителя. Ну, короче, обычный набор для переделки. Но единственный момент, то, что каждый смеситель переделывается индивидуально. Так как у этого смесителя, у этого смесителя выход находится очень близко к вот этим гайкам, то есть к стене. Получается, что сильного разгона мы тут не получим. Так как обычный смеситель, который я переделал, у нас находился выход на носике, а сейчас он находится вот в этом месте. Соответственно, и уже будет он выглядеть по-другому. Ну, в общем, что у нас получится, смотрим дальше. Вот так вот. Также для подключения нашего дивертора взял вот такие вот американки прямая и американка угловая. Ну, сейчас вот это все должно мне помочь собрать мою систему с новым смесителем под работу с тропическим душем. Ну, что ж, посмотрим, что получится. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Сегодня шли работы по изготовлению вот такого вот монстра. Я его называю смесителем смесителя под тропический душ, переделка смесителя под тропический душ. Это у нас смеситель термостатический, термостат. Переделали мы его просто. Установили дивертор. Дивертор включается и подает воду на потолок. Вот через этот уголок с креплением уходит по вот этой трубке на потолок. Но об этом будет позже. Но об этом будет позже. И вот отсюда при необходимости можно пользоваться обычной лейкой, которая будет подключаться к этой вот резьбе на 1,2 дюйма. Так, ну, такая система несложная, потому что я уже ее делаю неоднократно. Не первый смеситель такого плана я уже переделал. Но, в принципе, каждый раз переделка происходит по-разному. Потому что каждый смеситель, он индивидуальный, и каждого смесителя выход находится в разных местах. Поэтому приходится как-то обыгрывать данную ситуацию для того, чтобы сделать более компактной и более красивой. Ну, в общем, вот в какой-то раз смеситель у нас получился вот такой вот. Так, смеситель фирмы Ле Марк. А вот здесь вот такая вот гарнировка есть. Ну, а сейчас я вот это все... Кстати, трубы вот здесь у нас по загребневой плиты. Пришлось все эти дыры продолбить, сделать углубление, и чтобы ушастики у нас стали западлицо со стеной. Ну, ближе показать не могу, камера не даст. Так, монтирую нашу леечку тропического душа на место. Сразу чуть-чуть отрегулировали, чтобы струя у нас не текла туда, куда нам не нужно. Ну все, лейка готова. Центровка между двумя светильниками и по центру ванной комнаты. Может, чуть-чуть по центру ванны. Так, здесь у нас вентиляционный выход. То есть весь пар, который будет идти кондицироваться здесь на шторке, будет сразу высасываться в вентиляцию. Очень удобно. Сразу все убирает, всю влажность. Сразу все убирает, всю влажность. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова